Быть лучшей версией себя. Философия нового времени, уже охватившая весь мир. Мы зачитываем себя графами великих и богатых, а те, в свою очередь, кричат со страниц книжек. Развивайся, самосовершенствуйся, ставь цели и добивайся их. Хочешь стать лучше? Так возьми и стань. Сделай хотя бы первый шаг. Запишись на тренинг личностного роста. Под моду на такие тренинги приглашаются люди, у которых вообще ни в личных чертах характера, ни в планах жизненных нету лидерских, например, наклонностей. Реклама постоянно пестрит небывалыми событиями. В нашу страну приезжает знаменитый тренер. Успейте купить билет сегодня, и ваше завтра навсегда изменится. Но в какую сторону, никто так и не говорит. Входные ворота очень легкие. Туда идут все, кто посчитал, что он может что-то тренерством заниматься, и люди идут. Иногда такие идеи продвигают страшные, вплоть до сумму убийства и так далее. Лилия Машкова никогда не задумывалась о тренингах личностного роста. Изменить жизнь ее заставили не вдохновляющие речи именитых гуру, а живая история успеха. Десять лет Лилия проработала системным администратором, а потом все бросила и стала страховым агентом. Как грамотно преподнести клиенту то, что ему, возможно, не очень-то и нужно, неопытный специалист совсем не знала. Но заботливый работодатель уже сам все продумал и отправил Лилию прокачать свои навыки на бизнес-тренингах. Даже такой мысли не возникало. Страшно идти на тренинги, даже страшно идти к директору предприятия и предлагать ему страховую услугу. Крупные компании уже давно поняли, от продуктивности каждого отдельного сотрудника в итоге зависит и успешность целого предприятия. А если не можешь найти компетентного специалиста, так создай его сам, то есть отправь к бизнес-тренеру. Конечно, уже это все реально. Тенденция и необходимость, потому что, вы видите, конкуренция растет. На первое место уходит умение грамотно преподнести и продавца себя, и компанию. Психолога Марину Полянскую пригласили на должность внутреннего тренера, когда это еще не было мейнстримом. Она не совсем понимала, что за работу ее ждет, но рискнула попробовать новое и впоследствии организовала центр обучения для сотрудников компании. Ее главные принципы – действовать мягко и ненавязчиво. Всегда для внутреннего тренера, честно говоря, становится дилемма, где тебе можно заходить в работе с его внутренними убеждениями, где нет. И поэтому для этого очень важно, чтобы он дал добро, что можно разговаривать о его изменениях. Отправлять сотрудников на различные тренинги сейчас как минимум модно. И те компании, которые не могут себе позволить содержать центр обучения, организовывают краткосрочные курсы и приглашают внештатных тренеров. Хорошо, если вместе с коллегами вы послушаете лекцию о духовности или освоите пару асан из йоги. А если начальник подготовил что-то более эксцентричное? Прощаются в ритуальных комнатах, как-то он ложится в гроб и их закапывают. С точки зрения бизнес-тренерства, я считаю, что это вообще ни в какие рамки не лезет. Коллегу Марины Анастасию можно было бы назвать тренингоголигом, но официально такого слова нет. На свой первый тренинг она попала 10 лет назад по рекомендации знакомой. С тех пор Анастасия посетила более 50 мероприятий, в среднем по 5-6 тренингов в год. И это еще не конец. Это, во-первых, профессиональный рост. Узнаешь что-то новое, самосовершенствуешься, ну то есть и жизнь тебе становится интереснее. Тренинги личностного роста помогли Анастасии найти свой путь. Она была секретарем в небольшой компании, а теперь сама стала внутренним тренером. Анастасия признается, не все тренинги оказались одинаково полезны. С некоторых мероприятий она просто уходила, когда понимала, что здесь выкачивают деньги и неуважительно относятся к слушателям. Сам тренер пытался рассказать, что вы никчемные люди, так как вы не добились больших успехов, так как вы не зарабатываете несколько миллионов в месяц. Ну, соответственно, с вами, в принципе, больше не о чем разговаривать. Мне казалось, что весь мир у моих ног и что сейчас я все смогу. Татьяна скрывает свое лицо от камеры. Она не боится мести недобросовестных тренеров. Татьяна переживает за маму. Родители девушки до сих пор не знают, что случилось с дочкой полтора года назад. В поисках лучшей жизни девушка забрела на тренинг личностного роста. Говорит, что заманила реклама. На протяжении месяца тренеры учили, как правильно нужно жить и давали конкретные задания. Например, потратить на свою внешность тысячу долларов. И если не выполняешь задания, покидаешь тренинг. В общем, так понравилось это, но не давала себе отчет в том, что эти деньги все-таки были предназначены немного для других рабочих целей. За один месяц у Татьяны накопилась немалая сумма долгов – более двух тысяч долларов. Пытаясь выполнить все поставленные задачи, девушка перестала появляться на работе и не заметила, как ее сотрудники стали строить козни за спиной, уводить клиентов и буквально разрушать бизнес. В конец добавились проблемы с родственниками и жильем. Но Таня ничего этого не видела и не понимала. Она верила лишь в то, что ей говорили тренеры. В то, что если парень подарил тебе дешевый подарок, значит, ты не очень хорошая девушка. Кажется, Таня начала сходить с ума. Да, многие мне говорили, что она не похожа на себя, конечно, возможно, из-за этих каких-то убеждений навязанных. То, что ее обманули, Таня поняла уже по окончании тренинга. Она осталась лицом к лицу со своими проблемами и пустым кошельком. Курс освоен и просить помощи больше не у кого. Эйфория прошла, а лучшая жизнь так и не наступила. Обычные люди, такие же, как и мы, и не самой покончании программы, предлагали стать тренером. Хотелось возвращаться, потому что там чувствовалась любовь. Ольга рассказывает, как попала в секту. У нее были нелегкие времена, диагноз онкология, проблемы с родителями и побои молодого человека. Знакомую пригласили на смехотерапию. И там девушка зависла, потому что именно там ей протянули руку. На сомнительную организацию Ольга потратила больше года своей жизни. Это ежедневные занятия по три часа утром и три часа вечером, а также постоянные лекции так называемого учителя и работа по продвижению центра и привлечению новых членов. Чудо! Девушка не успела отдать деньги, что отложила на покупку квартиры. Учителям говорили некоторые фразы, что с собой в могилу ничего не заберешь. Купишь ты эту квартиру, но сделаешь ты этот ремонт, и ты остановишься на этом. Работа и деньги потеряли всякий смысл. Ни о каком личностном росте не шло и речи. Все время Ольга проводила в заботах о центре. И постепенно потеряла то самое ощущение счастья, ради которого сюда и пришла. Не хотелось жить. Я не видел смысла материальной жизни. Я не хотел получения удовольствия именно от денег, от общения с людьми, именно из социума, не из секты. Выбраться из секты Ольге помогла подруга. Прошло уже два года, и кажется, жизнь налаживается. Девушка купила квартиру и сейчас делает ремонт. Она стала более общительной и, наконец, наслаждается нормальной жизнью. Но это освобождение от убеждений учителя далось большим трудом и до сих пор одолевают мысли, а не вернутся ли. Когда человек спокойно говорит о том, что он будет жить вечно и теряет адекватность, восстановить его психику очень сложно. Я знаю три таких, я бы назвала это тренинговыми сектами. Наталья Зайцева знает все о тоталитарных тренингах в Беларуси и рассказывает их основные принципы. Первое – это манипулирование людьми, как правило, деньгами. Если завтра не переведете трех новых членов, то за каждого заплатите энную сумму. Или же нужно выполнить определенное задание, и если ты его не выполняешь, вся команда платит штраф. Второй момент – это применение трансовых техник, по сути, гипноза. Выключается внутренний критик и включается повышенная внушаемость. Человек находится в трансе, и человеку начинают заливаться какие-то установки базовые, что хорошо, что плохо, как надо поступать, как не надо. Эксперимента ради мы решили на себе проверить, что же такое состояние транса. На выдохе вы отпускаете все тревоги и напряжения. Все тревоги и напряжения действительно ушли, и появилось необычное ощущение космической легкости. Казалось, что все проблемы – это пустяки, что жизнь прекрасна, и надо ловить каждый момент. Спустя две недели это состояние улетучилось. Наверное, так проявляется ломка у наркоманов. Хочется вернуться обратно и получить еще одну дозу. Чтобы не попасть в руки манипуляторов и шарлатанов, специалисты советуют придерживаться следующих правил. У тренера обязательно должно быть профильное образование. Читайте отзывы, но помните, что отзывам, написанным сразу после тренинга, верить нельзя. Человек находится под воздействием и не может объективно оценить ситуацию. Посмотрите видео тренингов и обратите внимание на то, как говорит человек. Если тренер употребляет такие слова, как правильно, неправильно, обязан, так ведет себя женщина, так ведет себя мужчина, он ставит рамки. И это плохой специалист. Хороший тренер не может влиять на систему ценностей и убеждений человека. Он всегда предлагает выбор.